Итак, всем привет! И мы попытаемся пройти игру под названием 100 Дурс, то есть 100 дверей. Вот, круто, да? И это действительно круто! Мы нам... Значит, давайте мы начинаем прямо сейчас. Нам некая сотрудница, я не знаю чего, там не видно, что у неё написано. Она сообщает нам о том, что твою дивизию, я пропустил, что там было написано. Ладно, короче, давайте я вам скажу вкратце, что тут написано. Короче, нам сказано, что... Ну, сами логически подумайте, нам нужно найти какого-то профессора, который застрял в этих 100 дверях, и нам нужно его спасти, да? Она, типа, нам будет помогать. Итак, приступим. Что... Ну, просто нажимайте пальцем на экран, вот и получится. Чтобы пройти в первую комнату, просто нажми на кнопку слева. Круто! Вот я нажимаю на кнопочку эту слева, которая. И мы идём дальше. О, yeah! Итак, она пишет, что отлично, и говорит, что тут где-то спрятан ключ. Поэтому давайте поищем. Где же может спрятан ключ? Наверное, вот здесь. Да, вот наш ключик. Мы открываем дверь и идём дальше. Ну, я уже знаю, что тут будет. Наш профессор шутник. Так, давайте посмотрим, какое яйцо подойдёт. Да, давайте вот это выберем и вот это. Да, оно подошло. Да, тут сразу видно мозаикой. Так. Здесь написано, нужно поджечь дрова, да? И она снова нам желает удачи. Теперь нажимаем на дрова, нажимаем на огонь, точнее, на факел. Нажимаем снова на факел, он у нас начинает скакать. Как мой... Ой, что я хотел сказать? По утрам, да? И, в общем, поджигаем их. Они горят. Вот. И теперь нужно телефончик наш немножечко сдвинуть. Точнее, наклонить, чтобы... Чтобы... Ну, вы поняли, в общем, регулировать нужно движением телефона, чтобы наша дрезина, наша вот эта тележка, как это называется, я забыла, вагонетка, в общем, с дровами сгорящей была под куполом. И, собственно, всё. Мы прошли. Идём дальше. Кстати, я забыл сказать то, что я... Какого хрена я это забыл сказать? Реально, то, что я хочу записать полное прохождение, то есть все 100 дверей, но нарежу их на 5 частей, чтобы было удобнее смотреть прохождение. Ну, так меньше было-то в ней. В общем, нажимаем на дверь. А, надо было её открыть, эту дверь. То есть пальцем провести в левую сторону. Нажимаем на рыбу. Нажимаем ещё раз, даём медведю. Так? Да, всё правильно тут. Всё логично. Логично. Здесь нам по-английски пишут вместе. Together. Not sure. Not sure. Not sure. В общем, берём два пальца, двумя пальцами поднимаем их. Круто. Ну, тут несложно догадаться. Потрясти телефон. Я думаю, в дальнейшем нам придётся с самим додумываться, да? Так, ладно. Берём камни, наверное. Берём камень один. И долбим по этому рычагу камнем. Отлично, идём дальше. Ну, видите, тут, наверное, тоже вместе надо рычаг нажать, да? Да, вместе. Так, а здесь? Здесь радуга. Здесь радуга и кнопки. Ага, радугу сверху вниз, я так понимаю, надо смотреть. Смотрим. Первый идёт фиолетовый. Дальше. Ну, тут нету зелёного, тут жёлтоватый такой. Дальше, я так понимаю, зелёный, оранжевый, красный. Нет, нет, фиолетовый, голубой, жёлтый, оранжевый, красный. Да, то есть фиолетовый, ещё раз запомню. В общем, по цветам радуга, в радуге смотрите. Фиолетовый, жёлтый. А, фиолетовый и синий, ну или голубой. Жёлтый, оранжевый и красный. Ну, в общем, понятно. Так, камень какой-то. Наверное, нужно разбить, да. Достаем топор, берём топор. Перерубаем провода. Так, здесь мы видим L, R, R. А, ну это всё и легко. Это лево. Так. Так, так, так. Короче, буквы, которые сейчас были. L это левую кнопку нажимать, а R это правую кнопку нажимать. То есть, например, L, R, R, это значит один раз левую и два раза правую. Тут всё легко. Но тут тоже, мне кажется, ничего сложного. Просто потыкать надо. Берём ведро. Потом ставим его, наверное, рядом с этой колонкой. Потом берём, снова тушим. И вуаля. Так. Чё тут у нас леденцы? А, ну их можно скормить этому чуваку. Да, кормим. Тут ничего сложного. Да давай ты уже жри, чё он не ест? Завис, чтоб нет, не завис. Всё. Открываем. Так, и тут есть три непонятные кнопки. Да, я так понимаю, это кнопка, да? А, ну всё ясно. Эти кнопки убирают... Убирают пиццу. Плюс три. Так, и... Вот, блин, не получилось. В общем, чё мы делаем? Ребят, смотрите, когда нажимаем минус два, он крутится на два шага назад. Когда мы ещё нажимаем плюс три, соответственно, на три шага... Не назад, а в левую сторону, а это в правую сторону крутится. И нам нужно, я так понимаю, убрать кусочки пиццы. Все. До единого, ну это и так понятно. Но это не так-то и просто, да? Хотя нет, просто. Но здесь вы просто повторите за мной все ходы, если не можете пройти. Не сложно. Привет, нравится игра? Подержи игру. Отлично, я тебя подержу, дорогая моя. Так, ладно. Лампочку. Лампочку вставляем в лампочку. Нажимаем. И чё дальше? А, просто три раза нажать, чтобы загорелись все три эти зелёные лампочки. Ну, фонарики. Я тыкал пальцем, такое чувствую, что как будто вы видите что-то. О, ну тут всё легко. Берём эти кусачки и перерезаем цепь. А, и тут, наверное, телефоном надо потрясти, да? Да, надо потрясти телефоном. Идём дальше. Так, что тут? А, ну тоже телефоном надо потрясти, перевернуть, наверх, ногами телефона. И видите, у нас получается вот такая вот штучка. Ну, давай. Да, отлично. Идём дальше. Уровень 16. RGB. То есть это красный, зелёный, red, green, blue. А, что... А, вот ещё обратите внимание, тут на двери, на двери, на двери есть палочки. Две палочки слева. То есть, я так понимаю, нужно нажать два раза на... Вот смотрите, видите? Верхний левый кубик. Самый верхний левый. Вот. Он, который вот... Короче, вы поняли, какой. Надо на него нажать два раза. Раз, два. Дальше этот нижний. Один средний. Один снова. Один, раз, два. Три, раз, два. Всё легко. RGB нам не особо это нужно было. И так нам немного запутывают. В общем, по палочкам считайте, сколько раз нажимать каждую кнопку. Идём дальше. Восемнадцатый. Так, тут некие крантики какие-то есть. Которые уже не нажимаются. А, ну тут тоже телефоном можно вот так вот двигать. Этот шарик, только я не понимаю, что дальше делать. А, там кнопка была. Надо было второй, второй вентиль нажать, открыть. Нажать на него, когда шарик перекатился в соседнюю колбу. Соседний сосуд. Да, сообщающиеся сосуды. Так, здесь у нас слова. Надо, я так понимаю, составить слово из трёх букв. Шучу, из трёх. Надо составить предложение из трёх слов. Так, дверь. А, ну, смотрите. Ищем слово open. Вот оно тут справа внизу. Open. Open the door. Это легко. Двадцатый уровень. Так. Ну тут просто надо повторять. За... Да, тут просто повторяем и проходим дальше.